Общественная деятельность газовиков кипит и приносит результаты. На ярмарке проектов «Единая Россия» представители компании презентовали направление партийной работы, в которых принимают активное участие. При этом берут на себя решение социально значимых вопросов, затрагивающих интересы большинства жителей. 17 актуальных вопросов, если не сказать болевых точек. То, что сегодня в большей степени волнует население, сформировали в партийные проекты. Правовое просвещение, общественный контроль, инновации. Три кита, на которые опираются единороссы в решении существующих проблем. Яркий пример – школа грамотного потребителя. Наша школа работает в школах, потому что мы начали свою работу именно с учениками, проводя лекции, право и ликбезы, так сказать. Именно с этих лет мы считаем, будущие собственники квартиры должны понимать, как управляется многоквартирным домом, как он содержится. То есть все нюансы жилищного законодательства, она очень сложная. Ну а во главу поставлен собственник, потому что, прежде всего, люди должны быть озабочены комфортными условиями проживания в своих домах. Тут же предлагается модель тех самых комфортных условий. Система экономит время, деньги, энергоресурсы. Умные дома – будущее коммунальной сферы. Это схема теплового узла. Применяется в жилых помещениях, в производственном отоплении. Отличается, чем более собрано сделано, усовершенствовано используются некоторые элементы, которые на данный момент в старых отопительных системах не используются. То есть приборы учета, что позволяет сэкономить и точно передать данные, за что ты должен платить. За что мы платим – вечный вопрос к представителям власти. Особенно часто его можно услышать, пожалуй, от автолюбителей. Ответом стал проект «Безопасные дороги». Он позволил подтянуть сферу, где говорить о недостаточном финансировании стало почти традицией. Вся наша работа направлена на улучшение ситуации общей, как в нашем городе, так и, я думаю, и в округе. Потому что сейчас уделяется огромное внимание со стороны местных властей, со стороны губернатора. И вот я же еще раз вам говорю, что в этом году финансирование в разы увеличилось на ремонт дорог и на строительство новых дорог. Как по нашим поселкам, нашего района, так и по городу Надым. Теперь вопрос в качестве, говорят депутаты и обещают строго спрашивать. Так же, как делает широко известный народный контроль, инспектируя рынок товаров и услуг. Впрочем, в каждом проекте есть роль не только специалистам, но и самим гражданам. Здоровьезберегающие технологии внедряются. И новые методы лечения. Закупается новейшее оборудование. Но для того, чтобы все это работало эффективно, необходимо изменить само отношение жителей. Изменить это на ментальном уровне отношение к значимости своего здоровья, сохранению здоровья, профилактике заболеваний. Поэтому это необходимо вложить в сознание людей. Доступная среда – еще один проект, меняющий сознание. Правда, делать это, как говорят координаторы, иногда приходится при помощи законодательства. Сейчас это набирает огромные темпы и восстанавливает все-таки доступность везде. От домов до проезжей части, до каких-то тротуаров, везде, при строительстве, при новом, при капремонте, везде учитывают все нормы, правила по доступности, чтобы не было барьерной зоны, чтобы она была безбарьерной. А по поводу предпринимателей и каких-то организаций, то, конечно же, есть те, которые стремятся и работают над тем, чтобы все у них соответствовало доступности. А есть те, с которыми приходится работать чуть ли не через прокуратуру. Чистая страна, крепкая семья, локомотивы роста – в полном перечне проектов практически все сферы жизни. От образования до сельского хозяйства, от экологии до инфраструктуры. В каждом разные задачи, но цель общая – повышение качества жизни населения.